Приветствую вас, братья и сестры. Есть в народе такая пословица, чтобы были богаты, как земля, и сильны, как вода. Земля богаче всего, в ней есть всё необходимое человеку. Именно под землю спускается человек в поисках самых важных для жизни, особенно сегодня, вещей. Зарываются в землю аппараты, буровые и прочие установки, чтобы дойти нефть. Сходит под землю человек, чтобы дойти уголь, за золотом, солью, за чем угодно сходит в землю человек. И я имею большое желание спуститься и с вами мысленно, умом, под землю в поиске особенного сокровища. Особенным сокровищем я называю Киопечерскую лавру, место топографическое, из которого проистекли лучи благодати, растекшиеся по всей Руси, монашеской жизни. Епископские кафедры занимали очень долгое время воспитанники Киопечерской лавры. Проповедь Евангелия в нашей стране была неразрывно связана с этим местом и людьми его населявшими. И вот мысленно хотелось бы мне сойти туда, в пещерную лавру, в пещеры, туда, где родился монастырь, под землю, в ближайшие наши дни встречи, поговорить о тех святых людях, которые лежат в пещерах ближних и дальних Святой Киопечерской лавры. Жития святых, дорогие христиане, это растворенное Евангелие. Святые вмещают в себя евангельское слово, не просто слышат его, но срастворяются вместе с ним. И, читая их жития, знакомясь с ними, мы видим воплотившееся, исполнившееся слово Господа Иисуса Христа. И так, постепенно, переходя от гроба к гробу, мы сможем взять для себя немало уроков. Первый гроб, к которому мысленно подойдем, это могила, вернее, рака с мощами преподобного Прохора Лободника, находящегося в ближних Антониевых пещерах. Недалеко от места, где сам Антоний погребен, точного места не знать, предположительное место погребения Антония, там находится и келья Антония. Там лежит недалеко тело преподобного Прохора Лободника. О нем первый наш рассказ. Этот человек пришел в монастырь пещерский из Смоленска, пришел уже в зрелом возрасте. Было это в княжении святополка Изяславича, князя Киевского. Пришел Прохор и просил пострижения в монахе от игумена. Игумен принял его, рассмотрел, увидел в нем человека, могущего понести монашескую тяжесть жизни, и оставил его в монастыре. Особенностью жизни Прохора было то, что он желал буквально исполнить слова Христа о том, что человек, верующий в Бога, должен быть подобен птице небесной, которая не жнет, не собирает житницы, но Бог питает ее. Прохор отказался от всякого собирания чего бы то ни было для себя на будущее и питался даже необычно. Пищей его была еда из травы, по имени которой он получил свое потом прозвище – Прохор Лободник. Трава – это лобода или лебеда, которую он собирал для себя в обильном количестве и из нее приготовлял хлебы. В житиях святых мы иногда находим такие особенные случаи пропитания для человека Божия. Святой Серафим Саровский для себя нашел такую травку, называемую сныть. Из нее делал какую-то пищу, такую непонятную для обычного человека. Сегодня особенно наш вкус изощрен вкусовыми добавками и разными снедьями. И вот люди так питаются не просто не хлебом даже, не сухарями, но травой. Так делал и Прохор. Сразу вспоминается и притеча Иоанна, в котором Евангелие подчеркивает, что пищей его были акриды и дикий мед. Вот. И спор идет между знатоками Писания, что есть акриды – саранчали это пустынное или это какое-то растение. Но так или иначе пища необычная. Таковым был и Прохор. Он приготовил себе хлеб из лободы, и лобода по себе трава горькая, но Господь Бог наградил человека, этого Прохора, особым даром. Хлебы, которые он делал из этого, были сладкие для него. В особенности это проявилось тогда, когда Киев страдал от голода, и многие люди приходили в монастырь за пропитанием. Такую священную функцию исполняли монастыри в годы лихолетия – кормить несчастных, лечить недужных, давать кров людям, оставшимся без крова. И Прохор кормил людей своим хлебом, и был он для них сладок. Естественная горечь травы применилась в сладость, в какую-то благодатную сладость. Людям было вкусно это есть. Впрочем, если кто крал этот необычный хлеб, то он у него был горик, превращался в естественную горечь этой травы. Посему, как манна, когда-то червивившая в пустыне, если брали ее больше, чем нужно, меняла свои свойства от хорошего к плохому, так и хлеб, деланный Прохором, превращался в горький и сладкий, если же был украден, а не взят из рук святого лицом к лицу. Был также случай, когда из-за нестроения внутри Киева, из-за борьбы святополка с князьями и братьями за престол единовластия, купцы не могли привезти их соль в Киев, и соляные запасы истощились. В истории не раз были соляные бунты и прочее, и в Киеве была подобная напряженная ситуация. Прохор тогда молитвою притворил в соль большое количество пепла. И этим пеплом, ставшим солью, собственно, он удовлетворил потребности в соли многих людей, приходивших в монастырь. Вот это чудо дало ему имя Прохор Лободник. И говоря о нем, хочется сказать о следующем, братья и сестры. Есть такая беда в человеческом роде – это голод. То есть то, что испытали киевляне при Прохоре и отчего они спаслись молитвами святого. Многие из них. Если Бог желает карать человека, то у него есть для этого в запасе много различных инструментов, болезненных инструментов. Это нашествие врагов, это неисцелимые болезни. В древности это были дикие животные. Сегодня, в технический век, в век прогресса, у Бога есть возможности карать нас техническими средствами, поскольку мы летаем по воздуху, пользуемся продуктами химической, металлургической промышленности. Каждый из заводов подобных – это буквально огромная ядерная бомба. Не дай Бог, что сломается и пострадают окрестные города и села. У Бога много способностей наказать человека. И если мир до сих пор стоит, и мы живем, то только по милости Божией живем. И одна из бед, которая есть в руке Божией для наказания грешника – это голод. Дай Бог, чтобы мы его не знали. Наша страна пострадала от голодомора. Многие другие страны знают, что такое голод. В исторической памяти, в генетической памяти откладывается страх недоедания. Мы помним блокаде Ленинграда, мы знаем, что сегодня в Африке недоедают миллионы людей и в других странах. И вот мы часто, церковь часто молится о том, чтобы Господь нас избавил в частности и от глада. В литийных прошениях на каждой всеночной нужно говорить диакону или священнику прошение о том, что Бог избавил нас от труса, то есть трясения земли, потопа, огня, меча, глада и других прочих бед. Но чтобы быть избавленными от глада, чтобы голода не знали ни мы, ни наши дети, нужно быть человеком благоразумно относящимся к пище. Я хотел бы вспомнить сегодня слова святого Николая Сербского, который говорит о том, что хлеб лучше всех других вещей и продуктов и явлений мира доказывает о том, что человек – божественное существо, существо, вышедшее из рук Божьих. Он не произошел от обезьяны, потому что он питается не тем, что выкапывает из земли, и не тем, что срывается, то, что свисает с дерева, но питается сложно и сладко. Хлеб нужно добывать тяжело. Вначале пахать, потом сеять, потом ждать, потом убирать, молотить, проверить, просушивать, молоть, сохранять, печь. Так тяжело не питается животное или внук животного. Так тяжело и сладко питается только человек, имеющий божественное достоинство, имеющий себе искру, вдохнутую своим божеством. И человек должен беречь еду, братья и сестры. Мы об этом раньше говорили не раз, и сегодня еще раз повторим. Нужно учиться чувствовать вкус простой пищи. Нужно не бросать ее на землю, нужно съедать то, что есть старое, для того, чтобы не покупая новое, не выбрасывать то, что не доели. Необходимо благоговейно относиться к пище, молиться Богу о ее неспослании и благодарить его по насыщению. Все это нужно для того, чтобы мы не попали в ту беду, о которой говорит Житие Прохора, когда киевляне испытывали голод и ели траву из его рук. Слава Богу, что был такой святой, в руках которого она становилась сладкой. Житие Прохора, собственно, возвращает нас к мысли о еде, о священном отношении к ней и о молитве Богу о том, чтобы мы не знали такой беды, которая называется острым и жутким словом «глад». Сегодня мы побывали сами мысленно, умственно в ближних пещерах Киевской Лавры у гроба святого Прохора. Молитвами его и всех святых Господь даст нам здравый разум и все остальные блага. До скорой встречи. Подобные беседы надеемся продолжать в будущие разы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»